Итак, ребят, с вами ДубГ, продолжаем играть в Кайзершизу за нашу Российскую империю. Победили мы Германию, Рейхспакт, отомстили за унижение Бессветовского мира, я подозреваю. И мы еще воюем с вот этим вот, появился новый альянс, это Римский альянс. Папа Римский решил, так сказать, нам что-то свое изъявить, что-то рассказать. Но сколько у него дивизий? Папа Римский, да, а у него мало дивизий. Так что сейчас мы с ним здесь покончим, разобьем его, так сказать, варенье, так как из его сателлитов и затем саму Италию. А тем временем, я думаю, знаете, что нам стоит сделать? У нас куча здесь вот пехоты. Давайте вы все, ребята, пойдете вот сюда, нам надо с сыном разобраться все-таки. Так что можно вас сюда вот отправлять уже. Долго они будут передвигаться? Ну, не слишком долго, потому что у нас, помните, да, мы ЖД прокладывали. Все в Западной Европе будут думать, блин, вот бы нам дороги, как в Сибири, это все правда. А мы пока что на Балканах воюем. В принципе, я думаю, достаточно быстро должны здесь пробиться. И потом достаточно быстро высадиться в Италию. Возможно, но я бы, наверное, просто пошел в Австрию. Правда, после войны уже с сыном, потому что у нас здесь очень много армии будет на востоке. Стоит сначала, так сказать, там их освободить. Ну что ж, поехали. А вот и Чикаго пола, временная столица, ну, временная столица, временная столица, ну да. Уже очень много они территории потеряли, важных именно. Как бы там, кстати говоря, откуда-то 200 фабрик взялось внезапно. Так что у них все еще неплохо, все должно быть. Блин, опять-таки, с американской промышленностью игрок бы здесь выиграл. Игрок бы здесь выиграл. Того бы хватило, чтобы вот такую вот оборону сделать и потом в контур-ток и перейти. Как бы и манбавр там должно хватать, и там какие-то бафы. Только вот видите, здесь есть последствия различные, которые должны мешать. Но в целом-то, у них есть вот эти еще бафы кайфовые. Так что, блин, не знаю, не знаю. У них все есть шансы выиграть все еще. Но это будет тяжко. Конечно, их продолжают пушить. Так, по фокусам давайте дальше промышленностью здесь заниматься. Беларусь теперь застроим, Белую Россию, потом Польшу. Потом можем и новым оружием побаловаться. Но нам что нужно? Нам вот эти потом фокусы нужны будут. Нам не нужна нефть. У нас нефти очень не хватает, мы очень много импортируем. То же самое, если что происходит с алюминием. Но алюминий мы хотя бы теперь можем импортировать из наших варенья, так из нашей Германии. Нам теперь нужна вот отсюда нефть. Ну, получим. Благаря капнула. В принципе, да. Румыния тоже капнула. И осталось Грецию добить. И в принципе мы будем готовы высаживаться в Италию. Мы уже готовы высаживаться в Италию. Только у нас флота здесь нету. А такой казуальный вопрос. О, у нас здесь небольшой флот, так сказать, образовался. Совершенно небольшой. Это, я так понимаю, немецкий флот, что ли? Приятно такое видеть, конечно. Давайте как-нибудь вот так, наверное, сделаем. И попробуем... Ага, попробуем пройти туда в скобочках. Нам не дадут пройти туда. Испанцы, я подозреваю, да? Нет, слушайте, дадут испанцы пройти. Почему я тогда не могу пройти? Я понял, почему я не могу пройти. А теперь? Я еще не могу так. Мне не дают здесь пройти? Мы нейтральные права имеем. Так. Это очень странно выглядит. Потому что у нас должен флот сейчас проходить. Мы не войны, не строики, не зданий. Странно. Посмотрите, а теперь можем пройти. Магия. Магия просто какая-то, ладно. Ну и за то, что итальянцы придумали на нас напасть. Напомню, мы-то на них не нападали. А это они решили заблагарить с этими странами сделать этот пакт. Можно немножко их побомбить. Ну так, не слишком агрессивно. По логистике чисто. Хотя давайте-ка и по промышленности тоже. У нас есть там бафы на стратег-бомбардировку. Если я правильно помню. Да, у нас стратег-бомбардировка нормальная. Давайте лучше вот так будет зайти. Да, 28,8. Можно немножко это поделать. Кстати говоря, почему-то, почему-то миссии они мало выполняют. Хотя стоит и днем, и ночью странно. Белая Россия подстроена. Давайте теперь Польша. Уже, не знаю, 10 раз здесь фронт ломается. Как мне это бесит всегда? Не могут разработчики за столько лет игры с этим ничего сделать. Это всегда так смешно. И готовим, я думаю, буквально парочку дивизий. Ну давайте еще к ним парочку. Сюда отправим. И на юг еще тоже парочку. Где-то должно хватить, я думаю, чтобы взять себе порты. А с них уже захватить всю Италию. Они сами на это напросились. И вот они войска подходят. Скоро сын поймет, что на самом деле это была очень большая ошибка. Нападать так, казалось бы, на пустые территории. И что мы их не отдадим. Итак, выстка наша готова. Давайте ее и совершим. Что нам? Это можно выключить. Это можно здесь тоже выключить. Просто казуальненько. Вот так вот будем поддерживать нашу выстку. Выстка успешная. Да, тут неплохие дебафы. Да, за выстку с моря написано штраф за флот. Хотя по факту это штраф за выстку, а не за флот. Господи. Как классно написали. А вот здесь вот бомбардировка с моря, это можно всего лишь назвать штрафом за флот. Хотя и конечно, опять-таки это не совсем то. Не совсем правильное название. Тем не менее, сейчас я думаю, мы быстренько все здесь захватим. Перебросим вот эту армию всю сюда. И пойдем на север. Сразу идем на Рим, я думаю. Ко нам ждать. Все доедут. Сопротивления практически нет. Говоря, Венеция все еще под Австрией. Забавно. Ну вот так. СССР все сюда сейчас на север пойдут. Подождите. На север, пожалуйста, все пойдут. Отлично. И по третьей скорости, да, прорыв буду делать. Просто захватываю все подряд. Рим мы, кстати говоря, уже взяли. Это отличные новости. Правда, ивента не было. Ну вот, итальянцы расплачиваются. Да и Болгария тоже. За что-то вот наглость Папа Римского. Очень необосновываю. Кстати, и ЦИН тоже, я вижу, начинает нести потери. Видимо, наши войска достигают уже позиции своих. Можно им сразу начать с наступления. И помочь им авиацией. У нас здесь не так много авиабаз. А, значит, что мы это сейчас будем менять. У нас здесь должно быть снабжение. Поэтому давайте-ка авиабазы построим. И будем помогать нашим войскам. И с воздуха, конечно же. Сказа говоря, китайские войска здесь без снабжения особо. Мы тоже, конечно, не имеем проблем с снабжением. Потому что мы сейчас пойдем в горы. Эти вот не очень удачные. Но нам это не сильно интересно. А вот Италия сдалась. Опять-таки, флот нам их не интересен. У нас уже достаточный. Их флот весь топится. Последние итальянские государства попали под контрольные страны держав. Да, все. Все, Италия, все. И сейчас порешаем их судьбы. А, можно предложить это с Сардинией в обмен на Альянс. Ну-ка. Не отказывается. Забавно. И тогда что это сейчас будет? Нам еще раз, я надеюсь, предложат это все сделать. Так, Сербия. Да, Сербия восстановил ски. Себа, Греция. Греция. Королевство. Королевство, конечно, по возможности. Когда судьба Италии еще раз происходит. Тогда давайте одну единую марионетку сделаем. Тоже. Ну, по-римски. Кайф. Это, конечно, меня очень радует. Точнее, как это смешно, на самом деле. Это с Дабруджи. Кому хотим отдать Дабруджи. Давайте Болгарии, наверное. Я. И вот это все сейчас пораздаем. О, Константинополь. Судьбу можно решить. Нет, ну, Константинополь должен быть, очевидно, нашим. Мы должны контролировать Царьград, так называемый. А вот остальное можно и кому-то передавать. Очень помните, мы вот здесь вот собирались повоевать. Давайте так и сделаем. Начнем возвращение здесь. Параллельное. Всего вот этого вот чуда. И что у нас здесь происходит? Будет очень такое веленькое, медленное, но все же продвижение. И начинаем строить ядерные реакторы, потому что мы уже скоро сможем исследовать ядерные бомбы. И авиация уже начинает работать вот здесь вот против Китая. Наверное, они такого не ожидали, что мы можем за несколько недель просто развернуть огромные авиабазы на много тысяч самолетов. А да, русская смекалочка. Что же, давайте все-таки уже наконец-таки возвращать себе Кавказ. Нам там ресурсы очень нужны. Авиация на месте. Можем потихоньку нападать. Ну что ж, мы потихоньку-потихоньку отбиваем все наши территории и подходим к Би-Жиню. Собственно говоря, да, ты нам, конечно, угрозы не представляет. Ну, так как он у нас напал, то, очевидно, надо ее ликвидировать. Эту реальную угрозу, которую мы и даже не ожидали. А почему-то здесь виска... Господи, здесь опять приказы ломаются. Как мне это все надоедает? Пожалуйста, атакуйте. Сделастность, без разницы какая. Здесь какая визит соблазность? Выпускай будет. О! Синдикалисты, все. Мексика стала красивой и большой. Забавно. Ну что ж, будут ли еще какие-то ивенты? Они, наверное, что-то должны как-то выделить, какие-то судьбы понажимать. Ну и, в принципе, можно там-то поздравить с победой. И вот первую страну из Кавказа мы вернули. Отлично. Уже чуть-чуть нефть, нет, не дышит. Все еще нужно Азербайджан. Там именно основная часть, собственно говоря, нефти. У нас есть, был КБ, точнее, против Австралии, но я все еще не готов на нее нападать без своей вот этой вот восточной армии. Так что пока займемся просто нефтяными ресурсами здесь. Не забываем мы и авиацию подводить, и авиабазы подстраивать, чтобы наши войска несли меньше потерь, а врагам как бы наносили больше. Ну и вот мы уже взяли их столицу. На их месте я бы уже подписывал мирные договора, но койка эта война, так сказать, до последнего человека, до последнего патрона и последней винтовки, последней бомбы, самолета, танка, вы поняли. Поэтому они не сдаются. И, блин, у нас стратегов, кстати говоря, нету, чтобы, так сказать, демократии с ними поделиться, но импортные, так сказать, либо старые, по-моему, не помню. Откуда-то у нас немножко старых каких-то очень было. До их столицы, ну, кстати говоря, странно, что столица улетела сюда. Оказалось бы, да, наверное, было бы логичнее вот сюда и улететь. Но окей, надо поделиться немножко демократией с ними, я считаю. И у нас готов первый третий демократии, давайте-ка им поделимся. Может здесь выиграть воздух? Давайте так и сделаем. И ряд демократии улетел. Вот она, вольвер, вольвер, отцы не лень. Первый раз, в первой, как надеется, мир, последний раз, мол, была взорвана. Эра действительно началась, так и есть. И, блин, вам бы пора задаваться, честно говоря, к Китаю. Ну, они уже понимают, а так говоря, карета уже, да, сдается. Они там с севера, что-то у них войска есть. Но я буду это просто игнорировать, потому что ШД у меня здесь есть. Это снабжение у меня здесь как-то идет потихоньку, да, на юг. Можно, в принципе, не волноваться за это. Плюс еще уже и порты тут есть. И, ну, можно просто пушить на юг. Что-то на север, туда отвлекаться не сильно мне интересно. И в этой войне потеряли с правительства ЦИН 2,4 миллиона китайцев. Жалко, жалко. Вместо этого они могли бы работать и добывать нам уголь. А вот теперь 2,4 миллиона рабочих взяли и погибли. Это, конечно, трагедия для нашей будущей китайской промышленности. Победа Доминиона. Смотрите-ка, это где? Это в Индии. О, это как раз-таки Антанта побежит. Слушайте, Антанта в целом, ну, не так плохо себя чувствует. А здесь, конечно, Житландия, вот эти страны как-то повыделялись все. Но, с другой стороны, как бы, да, чувствуют они еще себя адекватно, я бы сказал. А пока мы в Китае, мы тут в Азербайджан тоже входим за нефтью. И давайте-ка с тобой ММАТ тоже сделаем ГБ. А у нас тут интеграция некоторые подъехали. Нажимаем, конечно же, их. Слава просто, ну, чуть-чуть, ну, сдайтесь уже, ну, камон. Я уже просил на вас несколько ядерных бомб. Можно и сдаться, пожалеть людей, пожалеть будущих работников. И вот они поняли, что да, как бы, ну, надо в будущем бизнес, зарабатывать деньги. Как-то сами себя, так сказать, людьми не заправить. Надо, надо, надо сдаваться уже. Ихи, теперь мы будем решать, что в Китае. И я бы, наверное, разделял их настолько странно, насколько мог бы. А, ну, мы так, наверное, не можем, да? Да, мы так не можем. И мы даже дали лишние территории, которые мы до этого оккупировали. Ну, ладно. Просто именно разделенный Китай, это слабый Китай, да? Поэтому все страны и пытались его разделить. Но сейчас Китай, который объединился, он силен. И именно поэтому, как просто там ресурсами не владеть. Поэтому хотелось бы, наверное, для нашей страны, как бы, лорда, оставить Китай в разделенном положении. Но мы там закончили. Наша армия освободилась. Отсюда наша армия. Азербайджан все еще воем в СССР. А, я понял. И это мы сейчас захватим. Азербайджан захватим. И можно думать про Иран, Турцию. Ну и, конечно же, про Австрию. И на этот момент мы возвращаем наши теперь армии обратно в Европу. И против нас французская республика оправдывает цель войны. Но зачем? Мы же хотели мира. Меня оправдывает против Италии. Ну, блин. Тут же Ишка срет, конечно. И по таким территориям мы их оставим просто себе. Монжурию, в принципе, почему нет. И Монголию все. Выглядит вообще неплохо. Там много населения достаточно. И много ресурсов. Полезно для нас. Имму мат такую захватываем. Причем, ну, очень быстро это все получается, конечно же. Без особого сопротивления. У нас механизированные войска с поддержкой авиации. У них просто обычная традиция. Ничего, что могло бы предоставлять нам угрозу. У нас есть КБ против Ирана. Давайте сразу против Афганистана. У нас можно на все это делать КБ. Почему бы не сделать? Видите, войска пока что сюда. Канадский референт провалился. Ага. Канада стоит заменен в составе империи. Окей. Допустим. Блин, филиппины воюют тем временем все это время с кучей стран. И при этом живут. Жесть, это чел, наверное, стрессово себя чувствует. Мы объявляем войну Ирану. Давайте-ка захвачим себе... Здесь вот еще морские базы и еще нефти. Итак, мы точно не использовали ядерные бомбы, чтобы Иран заставить побыстрее сдаться. Но скоро он уже сдастся, да? Ну, скоро должен. И... Блин, ну, Франция... Я типа завершу на этом, потому что это неправильная концовка. Бот не должен был насрать. У нас очень хорошо сделала бы концовка, если бы мы с Антантой оставались в мире. Понятно, что у нас в будущем могут быть какие-то терки. Но факт в том, что мы дружили с самого начала. И они вернулись в свои территории. Мы вернулись в свои территории. Мы отомстили, они отомстили. И, ну, таких прям четких предпосылок боевать у нас нет. Возможно, Эльзас, да? Но в Эльзас в тот момент, как бы, я не отдавал, потому что там Франция была не та. Как бы. Так что не знаю насчет этого. И вот мы себе немножко увеличили нашу базу нефти. Отлично. Теперь эту армию можем тоже перебрасывать на запад, пожалуй. И, в принципе, мы уже скоро будем начинать нашу войну против Австрии, которая как раз таки поддерживала старый немецкий режим, который нам точно не нравится. И оправдание региона готово. У нас единственное, нам бы войска вот сюда еще отправить. Видите, они едут на самом деле. Я немножко забыл, что у нас еще здесь граница есть. Но я думаю, мы можем начинать уже. И авиацию перебросить немножко. Но опять-таки, чтобы у Австрии не было сильно большое желание долго в войне сидеть, давайте-ка им поможем принять решение, стратегическое, так сказать. И, ну так, сначала воздух немножко получше выиграть. Господи, здесь все выскакивает, очень мешает. И вот им подарочек на летние каникулы в Вену. И сколько по варсапорту что ударило? Не слишком, все еще сотка. А не хватило. Ну да, значит, побольше, чтобы точно поняли. Только база, базовая ноль. Вот это уже интереснее. Все еще от всякой фигни 85, но база уже ноль, создадутся они чуть быстрее. Вот там странно капитулирует еще какой-то ивентик. Но нам важно что? Нам важно просто добить уже саму Австрию. Там, кстати говоря, началась война Фландрии с французами. И Фландрия побеждает. Что за позор на французах произошел? Непонятно. А вот и капитуляция подъехала. Пора. А, пора, пора крашиться. Эх, ну, классика завершения кайдер-шизы, собственно говоря. Получилось у нас все неплохо. Я так понимаю, крашиться теперь будет каждый раз. На этой ноте и закончим. В Китае мы теперь правим. У нас теперь там ресурсная база. Япония проиграла в Китае. Будет просто... Ну, она с нами вроде в нормальных отношениях. Мы к чему-то отказали, но в чему-то не отказали. Да, Антантой у нас все хорошо. С Мексикой в Америке теперь может начаться холодная война. Но там есть Антанта. Если что, мы другим поможем туда-сюда. В общем-то, вы поняли. Эх, прохождение заканчивается в кайдер-шизе классически. На своем видео я был Лопкей. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, ребята. Все как обычно. Twitch, Discord. Всем пока.